Бульвар Ярусалимского густо засажен деревьями, многие из которых были повреждены при замене тепловых сетей. Директор благоустройства Оксана Якушева рассказала, какие работы проведут сотрудники предприятия после того, как на пешеходной дороге уложат брусчатку. Также будут вырезаны пни яблонь и выкорчеваны, потому что, чтобы улица была светлой и чистой, надо расширить пространство. Так как яблони переросли в возраст зрелости, их очень сильно поломали частично техникой, восстановлению они не подлежат. И была очень плотная посадка перед этим, поэтому получается, чтобы нам сохранить оставшиеся зеленые насаждения, нам нужно провести санитарную обрезку оставшихся зеленых насаждений. Это с двух сторон лип, и это будет красивая липовая аллея. Основное внимание участники выездного совещания уделили развитию территории, расположенной между 21, 22 и 23 АБ с одной стороны и 24 АБ с другой. Жители этих домов обратились в администрацию с предложением придать участку статус сквера и назвать в честь Александра Аляпьева. 15 августа исполняется 230 лет со дня рождения великого композитора. Обсуждали с экологами, обсуждали с общественниками. Идея очень хорошо воспринимается. Действительно, это юбилейный год для нашего земляка, для нашего композитора. Но понятно, что нужно не просто придать статус территории, территорию нужно облагородить. А для этого в правительстве Московской области есть специальная профильная программа. Программа называется «Комфортная среда». Это территория с интересным ландшафтным решением. Здесь растет множество деревьев, многолетних кустарников, есть детская и спортивная площадки, множество лавочек и лестниц. Здесь регулярно ведутся локальные работы. Где-то нужно что-то убрать, где-то подправить, скосить траву. Но любой человек, побывав здесь, увидит, что многое требует реконструкции или замены. Если удастся принять участие в областной программе, территорию можно будет полностью привести в порядок. Приступаем к разработке проекта. Это должен быть профессиональный проект комплексного благоустройства этой территории. Со всеми необходимыми элементами. С зелеными насаждениями, с парковками, с рекреационными зонами, с детскими площадками. По словам Ивана Савинцева, при подготовке проекта комплексного благоустройства будут учитываться пожелания жителей домов, прилегающих к этой территории. Много вопросов у них вызывало состояние спортивной площадки. Данную площадку мы постоянно ремонтируем, постоянно заменяем сетки. Но так как спортивная площадка устарела, морально устарела, то ее нужно кардинально реконструировать. В связи с тем, что на выездном заседании главой города озвучено было, что мы вступаем в проект по созданию полностью благоустройства этой территории, прилежащей к детской спортплощадке. Спортплощадка в следующем году будет модернизирована. Пока план не реализован, сотрудники городских предприятий продолжают следить за состоянием имеющихся объектов. Также на выездном совещании поднимался вопрос, законченный в городе демонтаж качелей на жестком подвесе. Они считаются наиболее травмоопасными. Госантехнадзор ввел ГОСТ по состоянию детских качелей. ГОСТ такой, что качели должны быть только на мягких подвесах, то есть на цепях, на тросах или на веревках. Все качели, которые на жестких подвесах, это трубы, соответственно, должны демонтироваться. По словам Оксаны Якушевой, сотрудники предприятия убрали почти все качели с жестким подвесом на детских площадках. На придомовой территории эту работу должны выполнить специалисты ЖКХ. В городе еще остались качели, которые нужно убрать, а взамен поставить новые, соответствующие всем необходимым требованиям.